и снова я с вами дорогие мои друзья продолжается мой марафон успеть за три дня сегодня я уже дома сегодня у нас 18 число время начала 5 пока пришла домой туда-сюда дела вот на эти дома дел больше на работе спокойнее вязать но все-таки я только что вот начала вязать еще один носок ну расскажу что было значит эти два носка вы меня уже видели что я связала это было вчера я закончила и вчера я начала вязать вот носок и второй носок я довязала в общем вот на работе я связала вчера три носка за сутки я связала три носка на работе закончила его уже поздно вечером не стала ничего снимать на думал какая разница приду домой покажу вам что я довязала вот эти вот вторые носки вот такие получились тоже связала вот такими квадратиками просят показать узор по этим носкам но уже как бы поздно я уже связала до показывать как бы это но не знаю девчонки я конечно обещаю но у меня есть там узорчик который я вязала штанишки но это примерно такой же узор но пока как время будет может быть я на думаю еще что-нибудь связать то обязательно буду снимать на камеру вот такие значит у меня носки уже связались а сегодня третий день и я вот сейчас сижу и решила связать еще носок это вот такой вот узор если это ленивый жаккард квадратики и вот эти вот этот вот узор тоже ленивый жаккард квадраты давно здесь просто немножко как бы по-другому здесь три полоски до идут здесь у меня две полоски и 4 петли если здесь 5 петель то здесь меня 4 петли и чуть-чуть вот по-другому и как бы получается что вот этот квадрат он выглядит более выделенный до такой получается потому что здесь все таки наверное из-за того что здесь пряжа такая вот гармонирует а светлое темно-синее получается здесь больше выраженный рисунок получается девчонки вот вам идея и так значит эти тоже жаккардовые узоры ленивый жаккард как бы вам так вот оставлю их в камере чтобы вы смотрели на них ну и вот начала еще один что-то носки что-то охота носки шарф не нужен но вот носки это на тоже узор ленивый жаккард тоже вот знаете чем хорошо еще что я начала этот марафон себе за три дня успеть за три дня что у меня уходят все вот такие клубочки которые вот потокусенькие то есть не знаешь куда и девать я уже отбирала какие-то там клубки которые вот их надо использовать ну вот это например шерсть с акрилом да это вот реал 40 это тоже реал 40 здесь шерсть содержится вот это вот остатки у меня от супер вошь это тоже шерсть понятно понятное дело вот это вот у меня остаток это знаете какой это и арнар спорт по моему здесь тоже шерсть содержится темно-синий я поза прошлом году вязала толстовку из этой пряжи вот у меня что кубочек есть очень что хорошо удобно да что вот я сейчас подбираю вас и вот эти вот клубочки которые просто место занимают и в то же время запускаю их в работу ну вот вот такой вот узор ленивый жаккард на двух нитках здесь вообще-то принципе можно и три нитки применять но я оставила пока две нитки и вот немножко тоже сижу вижу и что вот еще хочу вам ну как бы сейчас повяжу посмотрите как это вяжется если кому-то сразу интересно как этот узор вот смотрите а то вот надо было когда я вязала в этой носке надо было конечно рассказать потому что отдельно видео уже снимать не стоит ну хорошо допустим начало узора распределяем до петли вот допустим мы отсюда вот видите здесь получается начальной 3 петли 1 ну цвета вот опять три петли одну снимаем не провязываем то есть здесь если светлые нити у меня шла затем я беру другую нить другим цветом да вот рыжая нить допустим да получается светлый вяжем беру рыжую пряжу 0 лет темную давайте так темная пряжа и получается что 3 петли провязываем вот эту светлую снимаем опять 3 провязываю светлую снимаем вот здесь рапа что был равен 4 петлям количество петли равен 4 и так продолжаем все это по кругу один круг связали идем на второй круг опять повторяем узор 3 рыжие белую снимаем опять 3 темные одну снимаем так провязываем 2 ряда до 2 ряда провязали затем третий ряд третий ряд уже берем светлую пряжу и начинаем таким образом здесь начало если здесь начальный ряд у меня три темные белую снимаем то теперь уже в третьем ряду получается меня вот здесь вот белую я провязываю вот над одной рыжей здесь рыжую снимаю да здесь опять вот раз два три светлые эту снимаем опять раз два три снимаем весь узор заключается в том что три провязываем одну снимаем вот получается смотрите вот здесь у меня сейчас вот так вот три темных одна светлая теперь я уже провязала два ряда вот этой темной теперь мне надо менять нитку на светлую что получается идет строчка она неизменная на постоянно или темная или светлая постоянно поэтому здесь первую петлю я провязываю вот эту темненькую я снимаю и вот теперь посередине же белая светлая да и вот по бокам 3 2 темных получается 3 светлые вот опять темную снимаю 3 светлых принципе ничего такого сложного нету но как оказалось для меня вот просто это как бы из головы немножко взяла но как оказалось что рисунок как бы ложится как сказать как бы резинка что ли на вот похоже на английскую резинку наверное чем-то похоже ну такая же выпуклая вот это вот строчка так для которая постоянно идет процессе вязания как бы ее снимаем на вот вот эту же постоянно строчку вот этот основной петлю вот эту постоянно снимаем и вот эту постоянно петлю снимаем и она как бы выделяется но в то же время получается такие толстенькие плотненькие хотя протяжка всего идет на одну петлю и вот она вот такая вот но может быть из-за того что у меня пряжа здесь толстенькая да поэтому ну можете попробовать вот смотрите опять 3 провязываем одну снимаем и все теперь хочу быстренько просто не был такой длинный ролик просто вы смотрите как я вижу я вам еще кое-что расскажу 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 о том что ну во первых я вступила все таки да в ликвидацию в проект ликвидации я вступила да но я вам это об этом вчера говорила зашла девочкам чат подключилась а то есть у них на ватсапе есть чат который они создали теперь смотрите я круг провязала сейчас идет у меня второй ряд вот второй ряд я повторяю то же самое белую провязываю темную снимаю вот все таки ладно я решилась оступила но об этом я уже сказала все я уже вроде немножко успокоилась а ничего такого страшного нету конечно все все будет нормально теперь еще один такой момент значит кто меня смотрит на моем вот этом основном канале вязание жизнь у меня сегодня появилось видео анонс видео о том что на другом моем канале который я назвала спиц пряжа спицы и крючок вера там вышел мк по кофточки по голубой кофточки которые вязала спицами я показывала этой кофточки своем визуальном блоге до законченных работах то что я сделала вот такая маленькая детская кофточка голубенькая вот я погода с ним вязала эту кофточку я снимала на камеру на то есть я не думала пригодится не пригодится но вот пригодилась оказывается но я не стала загружать его на этот канал а значит на второй канал закидываю видео и теперь я что решила девчонки на этом моем вязальном вязание и жизнь на этом канале я так думаю будут вот такие вот всевозможные болталки будут вязальные влоги будет житие мое да а вот основные мастер-классы или о том как что связано ну вот такие вот видео будет у меня на втором канале я сначала хотела второй канал запустить на болталки но так я вот этот ряд лишний провязала но подумав немножко я так решил если уже основная масса народу который поддерживает именно у меня по болталкам по блогам то что я когда ставила такой вопрос до советовать посоветоваться с вами что мне делать как мне сделать на два канала чтобы перейти девчонки стали нас это устраивает оставьте этот канал чтобы вот именно на моем вот этом канале вязание же не оставались именно вот эти вот влоги болталки и тому подобное но согласитесь что во блогах тоже очень много вязальной информации по вязанию информация о том как я вижу да я все-таки стараюсь когда я показываю свое какое-то готовое изделие я постараюсь объяснять как я его вязала то есть не по петель на как бы да вот те кто умеет вязать кто уже как бы дружится с этим со спицами из пряжи то они понимают о чем идет речь но а кому не понятно да о чем идет речь то есть дополнительные ссылочки на другой канал и на том канале будет именно вот по петельные на видео как связана та или иная работа я думаю так будет справедливо не стоит перегружать канал один канал дополнительными различными видео ну как бы ну перегружать это считаю что не стоит перегружать канал различной информации все таки надо немножко разделить если человек смотрит допустим если ему интересно только процесс вязания то ему абсолютно бывает не интересны какие-то болталки да он подписан на канал а тут раз выходит там болталка какая-то он вот та ну че мне это болтовня мне надо потому что были у меня такие комментарии что вы свой канал превратили неизвестно во что я подписывалась раньше потому что у вас мк шли а теперь у вас там непонятно что какой-то базар вокзал ну я считаю что человек прав прав сто процентов допустим я бы может быть тоже бы так поступила если я подписываюсь на канал потом для того чтобы мне смотреть какие-то визуальные видео да что то ему интересно то если если человек абсолютно не интересны какие-то болталки то он отвлекаться не хочет на то что вот ему приходят уведомления да он думает а может там какая-то новая идейка что-то связать а там опа какая-то там болталка вышла на ему не интересно он начинает нервничать то есть время то сейчас знаете как он время то дорого сейчас лишние движения лишние вот это вот затраченные какие-то минуты там 20-30 минут она очень бьет как говорится вот я просто по себе знаю да что чем отвлекаться на что-то и отвлекалась на что-то и эта информация мне полу ну как бы не нужный достала то я тоже буду нервничать тоже буду нервничать но я так считаю допустим дорогие мои основная масса людей которые меня смотрят это по вязальным блогам по болталкам по всевозможным еще каким-то видео ну а если кому-то что-то будет вдруг вам интересно то я по-моему вам не составит труда просто перейти по ссылке на другой канал и посмотреть там как вяжется та или иная вещь я думаю что это будет справедливо вот там и тот второй канал уже не буду туда загружать болталки там будет чисто говорю только информативным видео информационного типа в общем вот так вот будет чтобы вы имели ввиду да вот сегодня вышел первый анонс маленький такой одна одну минутку ролик о том что на канале спицы пряжи и крючок вышло новое видео том как связать допустим такую кофточку потом значит выйдет еще одно видео о том что на том канале еще вышел какой-то мастер-класс то есть они одноминутные видео да там не по полчаса просто гляните одним глазом что я там на другом канале какой мк выставила да что я там вижу что это показываю понравится значит можете смело переходите и как бы вязать посмотреть если нет то ну нет так нет ничего такого этого страшного нету ну а болталки и вязальные блоги они так и останутся на моем этом основном канале вязание жизнь потому что все таки название мне кажется соответствует вязание это вязание остается и жизнь моя жизнь рассказываю что-то вам о своей жизни какие-то интересные факты или еще или еще что мне взбредет в голову то я вам все вот это вот и рассказываю в общем я вас предупредила так что имейте это ввиду так что еще еще что ну что ж день день третий вижу носок еще один ну такой теплый там там такой толстый получается даже сама себя не ожидал что даже вот толще чем вот этот носки вот эти вот получить получаются вставляете странно вроде бы пряжа одинаковая толщина но вот эти толще получаются носки так что вот дорогие мои да подводим итог до всему то что я сказала то иногда думаю что же я сказала что я не сказала значит день третий связано две пара носков за два дня за два дня даже не за два дня получается полтора полторы сутки получалось я 16 вечера начала и вот сегодня 18 вечер но я это я вчера закончила сегодня я нас не начала только вот это вот сегодня я еще ничего не взял в общем за полторы сутки если зала вот две пары вот таких мужских носков 42 размера вот и сегодня день третий я начала еще носки теперь второе значит каналы я вам сказал о том что я решила немножко отфильтровать свой канал вязание жить значит на этом канале будут болталки вязальные блоги жить ее мое какие-то марафон отчетные видео по марафонам а вот остальные все мк или о том как я вязала ту или иную вещь это уже будет на втором канале который называется спиц пряжа спиц пряжа